Логика является довольно мощным оружием, если мы его используем правильно, если мы его используем в соответствии с его предназначением. Есть ли у Логики ограничения? У Логики? Не всегда. В некоторых местах, кто на веру, надо брать. Не всегда логика. Бывает, предпосылок может быть недостаток. Да, у нас не всегда. То есть, если у нас есть предпосылки. Если вот уверовали люди в вере более охотнее, чем в Фессалонике, и целыми днями разбирали Писание, дабы убедиться, правильно ли то, что говорит Паня. То есть, они уверовали, и поэтому пытались убедиться правдой этой люди. Вот. Но у них было Писание. То есть, у них было на основании чего можно было убеждаться. Как мы уже говорили, наша вера действует следующим образом. То есть, поначалу мы начинаем верить, кто такой Иисус, на основании вот этих вот аргументов, убеждений и прочих. Но познав Его, мы уже знаем, кто Он, мы знаем того, в кого мы уверовали. И на основании этого мы уже можем признать, что, как Он действует, даже если у нас нет для этого неких оснований других, аргументов, мы верим в Него. Когда ко мне подходит и говорит, вот такой вот пресс-витер, вы знаете, там из кассы деньги немножко прибрал себе в карманчик из церковной. Вот. Я говорю, я Вам не верю. Потому что я знаю Его. Я знаю, что он на это не способен. Мы начинаем выяснять, начинаем расследовать. Вот. Выясняется, что он деньги из кассы взял, но это было решение совета. Просто человек, который в этом шоу на совете не присутствовал, и вот он, значит, возмутился, что как же это без меня такое решение приняли. Вот. Писание вообще говорит, что обвинение о пресс-витерах принимаю не меньше при двух-трех свидетелях. Правда, этот товарищ утверждал, что вот я свидетелей позвал, сейчас я пресс-витерах буду обвинять. Вот. Вещь идет о при двух-трех-трех свидетелях того, в чем обвиняется, дабы это не было просто наветом. Вот. Ну почему я сам сказал, что этот человек может не сделать? Потому что я знаю этого человека. Я его знаю. Я могу предполагать, на что он способен, на что он не способен. Я понимаю, что он человек, что он слаб, что он может упасть и прочее. Но при всем при том, я в него верю и убежден, что он так не сделает. То есть, а также мы через эти аргументы, через эти знамения познаем, что Бог верен. И уже зная, что Бог верен, мы дальше можем действовать, даже когда мы не знаем, как нам быть дальше. Сказано, слово твое светильник на гемоне. Не прожектор, который мне всю дорогу мою вперед осветит, а светильничек, который всегда дает мне достаточно света, чтобы я знал, куда мне поставить ногу в следующий раз. Я поставлю ногу, и этим светильничек мне даст света, чтобы я знал, куда поставить ногу в следующий раз. Я иду по вере, я не знаю, как знак отца, куда меня поведет. Если бы мне Бог 10-15 лет назад сказал, что я буду преподавать в Курске, значит, как правильно передавать христианские убеждения, я бы сказал, что придется ему такая глупость. Но Бог нас ведет шаг за шагом. Он ведет нас верой, а не ведьмой. Но именно потому, что мы изначально уверовали, как в том, сначала мы поверили твоим словам, сказали эти самарядки, а теперь уже и сами убедились. И теперь, когда сами убедились, они сами смогут рассказывать. Другое ограничение логики заключается в том, что логика нам дает ответов на самые важные вопросы. То есть, да, много важных и полезных вещей мы можем при помощи логики познать. Но остается вот все тот же вопрос, откуда я взялся? Откуда мир взялся? Логика позволяет нам отвергать неправильные ответы на эти вопросы. То есть, у нас есть, он предлагает мир ответы, при помощи логики мы их можем проверять и те, которые, очевидно, являются неправильными, отвергать. При помощи логики мы не можем проверить, правильно ли тот ответ, который у нас. Потому что мы методы логики лишь выявляем ошибки. И от того, что мы ошибки не выявили, не нашли, это же не значит, что ее там нет. Тут опять же появляется наша вера, но ведь это же самый важный вопрос. Вы знаете, когда я был студентом, я летом подрабатывал проводником в горах. И вот идешь, опять же, с той же герой рассказывал. Идешь с группой, сбился с тропинки и идешь через горы, через лес на пролом. И люди, которые в горах не сведущие, ориентироваться не умеют, начинают говорить, ой, мы заблудились, мы потерялись. Что же нам теперь делать? Нет, мы не потерялись. Сбились с пути. Ой, мы потерялись. Не потерялись, мы просто потеряли тропинку. Мы сбились с тропинки. А в чем разница? Разница в том, что я знаю, откуда мы пришли. И поэтому могу примерно знать, в каком направлении нам идти снова выйти на тропинку. В крайнем случае мы можем вернуться и опять снова начать сначала. Я понимаю, что вам это не самый радостный вариант. Опять же, пять километров назад, перед, пять километров обратно. Но пока я знаю, откуда, пока я помню, откуда мы пришли, мы не потерялись. Мы всегда можем на правильный путь вернуться. Как только мы забыли, откуда мы пришли, вот тогда мы действительно потерялись. То же самое происходит с нашим мировоззрением. То есть пока мы помним, откуда мы, даже если мы войдем в какое-то заблуждение, мы всегда сможем найти правильный выбор. Но как только мы забываем, откуда мы взялись, вот тогда мы действительно потерялись. Тогда у нас уже нет вообще никаких ориентиров и мы обречены. Логика нам не расскажет, откуда мы взялись. При помощи логики мы сможем выяснить, как нам вернуться на правильную тропинку, если мы с нее сбились. При помощи логики мы можем, в общем-то, решить, по правильной тропинке мы идем или не по правильной. Наше же дело слушать ее или не слушать. Например, как Наполеон проиграл эту битву про Ватерло. Это был совершенно потрясающий момент в истории всей цивилизации. Потому что Наполеон сбежал из заточения и в течение буквально нескольких дней он собрал такую армию, что ни одной армии во всем мире ей противостоять не могло. Русские уже на полпути домой, распевая песни, маршируют назад в Россию. Вернуться они не успеют. Русская армия тоже довольно далеко. Великто остался один. Вся была задача Наполеона это разгромить. Отдельно разгромить британцев. Потом выйти разгромить пруссаков. Потом к этому времени русские победят. Уже стол закрыт. То есть план был совершенно потрясающий и беспроигрышный. Что Наполеон сделал? Он разделил свою армию и поставил генерала Груши во главе отряда, который должен был пойти и встретить прусскую армию и ее заряжать. Немножко пока мы это с гражданами закончим. Вот. И Груши шел, день идет, другой идет, пруссаков нет. И уже все ему офицеры начинают намекать, что вот мол не пора ли нам заворачивать-то. Что явно что-то произошло не то. То есть мы промахнулись, мы разминулись в прусской армии. Мы пошли не по той дороге. Ну вот. Логика работает. Она позволяет это делать. Груши говорит, нет, мой главнокомандующий дал мне приказ. Я, солдат, я никогда приказов не слушался. Я буду, как мой главнокомандующий сказал, идти по этой дороге, пока я не встречу пруссаков. Так я и буду по этой дороге идти, пока их не встречу. И когда уже казалось Наполеон, все, там английская конница завязла в грязи в этом поле по колено. Вот. Уже все, значит, дело косу. Тут, откуда ни возьмись, прямо в тылу у вас Наполеона появляется прусская армия. И так, в общем-то, решился весь этот исход этой битвы. Вот. А Грушин пошел не по тому пути. Его офицеры об этом знали. То есть методами логики можно найти. Идем мы туда или не туда. Догадаться. Вот по времени, там, прикидывая, сколько мы должны были пройти, чтобы встретить армию, как она далеко была. Можно решить, как выйти на другую сторону. Но нужно ли продолжать идти, выполняя приказ? Или нет? Это уже вне области логики. Ну, это был его самый верный военначальник. Вот. Ну и последняя сфера, где логика ограничена и не позволяет нам ничего не говорить. Это то, что есть вещи, которые вообще вне человеческой логики. Мы, еще раз говорю, видим как бы через тупое стекло. Мы отчасти знаем, отчасти пророчество. Мои пути, не ваши пути, не ваши мысли. Мои мысли, как небо выше земли, говорит Господь. Настолько мои мысли выше ваши мысли. В свое время Тертуян выдвинул такой аргумент в пользу истинности христианства. Верую, ибо абсурдно. И сколько только раз, значит, христианам говорят, ага, вот видите, вот даже ваш учитель в церкви, значит, такое говорит, что вот. Потому что это абсурд, поэтому я вот и верю. Вот такие вот все христиане. Вот где какую-нибудь глупость услышат, тут же в нее верят, тут же и готовы. Вот. Все это, конечно, забавно случит, но это вы, 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 цитата вырванная из контекста. Тертуриан сказал, я верую, ибо абсурдно, не в том смысле, что это глупость. А в том смысле, что это что-то, что не может быть порождено человеческой логикой, не в состоянии породителя. Учение Христово, учение Библии, оно логично, оно связано, взаимосвязано, оно нам раскрывается и умопостигаемо практически во всем. И через это мы можем убеждаться, истинно оно или не истинно, обрегать не истиной точки зрения. Но есть две вещи, которые не просто не, самое, являются логически бессмысленными. Они вообще находятся вне человеческой логики. То есть никакой человек до такого, до такой идеи, в принципе, не мог прийти, дойти, потому что человеческая логика на это не способна. Первое, это то, что Сын Божий умер, и второе, что Сын Человеческий воскрес. Вот эти две вещи, никакая логика их не объяснит. И Татуэн говорит, именно поэтому я в них верю, что это что-то, что в принципе не мог бы придумать человек. Первое, ибо это абсурдно, это бессмысленно с точки зрения человеческой логики, и это тоже ограничение логики. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию, о чем молиться и как пожертвовать, вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok